Одну кошечку привезли мне на передержку, и вот не успели стерилизовать. Таких красавцев родила три девочки. Теперь в квартире Нелли живет сразу 25 кошек. Многих подобрала на улице и спасла от голодной смерти. Измотанных и подбитых животных Нелли выхаживает, лечит и только потом передает в добрые руки. Сейчас волонтеру нужно ставить прививки своим хвостатым подопечным. Вакцинировано только три кошки. Защитить всех от бешенства пока не по карману. Требуется больше двух тысяч рублей. Таких денег у Нелли нет. Угроза бешенства всегда есть. Дело в том, что сейчас заколачивают подвалы, хотя есть приказ оставлять продух, продухи не оставляют. Не будет там кошек, будут крысы. А крысы – переносчики бешенства. Дело в том, что я постоянно кого-то подбираю с улицы, вылавливаю котят. И вероятность того, что я могу принести бешенство домой, конечно, есть. Угроза массового бешенства животных обострилась после случая в тракторозаводском районе. Там эта зараза сгубила лису и домашнюю кошку. После ветеринарных экспертиз власти ввели карантин на территории. От смертельной болезни никто не застрахован. Ни люди, ни животные. В этом году в Челябинской области выявили уже 35 случаев. Единственная защита – вакцинация. Ветеринары рекомендуют ставить уколы раз в год. Причем неважно, сидит ваш питомец дома или выходит на улицу. Сам этот вирус заставляет животного кусать кого-то, потому что вирус передается через слюну, через укус. Поэтому даже бывают контакты. То есть вы увидели там раненого лисенка. Сейчас очень часто звонят и говорят, что лиса лежит после автотравмы. Голыми руками берут вот это тело лисы. А потом оказывается, что лиса еще и носитель бешенства, либо больник вдоль бешенства. Заразу распознать несложно. Частичная парализация нижней челюсти, обильное слюноотделение и неадекватное поведение в присутствии хозяев. Дикие животные с бешенством стараются поближе подобраться к человеку. Связано это с тем, что в природной среде, просто вот в лесу, грубо говоря, сформировался естественный стационарный очаг этого бешенства. И дикие животные заболевают ежегодно. В первую очередь мы должны позаботиться о защите наших домашних животных, вовремя делать вакцинацию. И делать это ежегодно, регулярно. Ситуация с бешенством в Челябинской области – одна из самых страшных по стране. Регион не раз занимал высокие позиции в рейтинге проблемных территорий. Неблагополучная обстановка наблюдается еще в Нижегородской, Самарской и Владимирских областях.